Ну, что я могу сказать? Результаты обследования обнадеживают. Вы думаете, я смогу ходить? На данном этапе утверждать что-либо преждевременно. Но шанс есть. И этим шансом надо воспользоваться. А что для этого нужно? Операция предстоит непростая, и здесь ее провести нельзя. Ну, просто ресурсов не хватит. Нужна транспортировка в Москву. Если хотите, я все устрою. Конечно, доктор. Я на все согласен. Хорошо. Я договорюсь о вашем переводе. Я поеду с вами. Дина, не надо. Вы ведь так уже много для меня сделали. Тем более будет обидно останавливаться на середине пути. Я хочу увидеть, как вы пойдете. Ну, а класс. Курочка. Жаль, дед-то не дожил. Ну что, братец, поздравляем. Молодец. Добился своего. Да главное, будь счастлив. Я буду счастлив, Кер. Уж поверь мне. Да это бог. Ну, давай, наливай. А что-то шампанское горчит, а? Горчит шампанское. Горько. Горько. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ура! Блин, два, три. Тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и что не хватает у нашего солнышка? Лучиков! Лучиков! Так давайте их слитим. Берем желтый пластилин. А у меня нет. У всех есть? Да, да. У всех? Да. Вот. Цветочек. Слепила уже? Сейчас я посмотрю. Да, слепила. Коричневая. А у меня не получилось. Ой, какое у тебя солнышко получилось. Вот так. Молодец. Кто будет нарисован? А у меня трава будет... Молодец какая. А у меня мячик. Да, можем, конечно. А у меня будет... Ой, у тебя какое необычное солнышко. И желтый, и оранжевый. Маменький цветочек. А у меня такой пластилин. На домике? Да чего ж приятно наблюдать, как ты с детьми ладишь. Сколько лет работаю, у меня так легко не получается. Вон они тебя как любят. Так и я их люблю. Они это чувствуют. Своих тебе надо надежды. Из тебя отличная мать получится. А мы с мужем решили, что сначала диплом надо получить. А там и о детках подумаем. Это до диплома. Всего ничего осталось? Да? Да. Что это все перегрело? Ну что, все сделали солнышко? Да. У всех получилось солнышко? Так? Да? Да. Так, теперь делаем облака. Ну, судя по результатам обследования, картина, в общем, хорошая. Динамика положительная. По ощущениям мне тоже лучше. Давайте-ка посмотрим. Чувствуете? Чувствую, но слабо. А так? Это пока слабо. Со временем чувствительность вернется полностью. А теперь ваше окончательное выздоровление во многом зависит от вас. Не лениться. Продолжать упражнения. Конечно. Я готов к интенсивным тренировкам. Здравствуйте, деточка. Повезло вам, что о вас так заботятся. Кстати, это очень важно в период восстановления. Да это все благодаря вам, Андрей Юрьевич. И спасибо, что помогли мне сюда устроиться. Ну, это не моя заслуга. Хорошие медсестры. На вес золота. Здоравливайте. Спасибо. Ну что, позанимаемся. Шур. Шур, подожди. Шурка, ты куда летишь-то? Привет, привет. Так, что с тобой? Ой, ничего. Просто с ременки упало. Неаккуратно так, представляешь самой смешно. Ну, ты лучше ничего не могла придумать? Откуда фингал? С Игорем поссорились. И что, он ударил тебя? Вот мерзавец. Надь, ну он же не нарочно. Просто погорячился. Случайно вышло. Да, ты его еще и оправдываешь, да? Нет. Просто так получилось. Я разошлась и наговорила ему кучу всего. Вот он и не выдержал. Шур, но он все равно не имел права тебя бить. Веришь, Надь, так тошно было. Я даже от него уйти хотела. Так почему не ушла? А куда? К родителям нельзя еще хуже. Запилят до смерти. Так что делать нечего. Придется терпеть. Шур, шур. Вань, нравится машина? Да. Отличный подарок, ребят, правда? Нравится? Да. Все? Ванечка, а ты конфетку хочешь? Нет, от него зубы болят. Какой смышленый. Да. Весь в Киру. Она тоже была смышленая. Ну, по годам. Была? Да. Так, давай я тебе помогу. Так, а что это за деталька такая? Фара. Фара? Тебе отлично получается. Не спеши. Наоборот, надо больше тренироваться. Получается. Дима, у меня получается. Я даже не сомневаюсь, что ты скоро бегать будешь. Вот увидишь. Спасибо тебе большое, Дима, за все. А Леша давно не приходил. Странно как-то. А я понимаю, занято. Скажи ему, забывать мать нехорошо. Марина Аркадьевна. И еще передай, что я соскучилась. Пусть приходит ко мне каждую неделю, а в следующий раз вдвоем приходите. Я вам вкусненько что-нибудь приготовлю. Да, хорошо, я передам ему. Я пойду, а то на учебу опоздаю. А ты кто? До свидания. Алеша, вот это прогресс. Какой ты молодец. А два года назад не хотел жить. Говорил, что ничего не получится. Вот видишь, никогда нельзя сдаваться. С тебя бы ничего не получилось. Рада, что смогла помочь. Здравствуй, Надя. Как вы там поживаете-то с муженьком? Мы хорошо. Вижу, что и вы неплохо. Я так вообще отлично. Счастлива, как никогда. Это кто пришел? Ты не жми, Юй. Это кто пришел? Здравствуй, здравствуй. Давай звук. Вот Надька молодец, а. Не теряется девка. Один жених пропал. Так она другого нашла. Да еще и с квартирой. Анюта, забудь ты про эту Надьку. У нее своя жизнь. У тебя своя. Да. И мне эта жизнь чертовски нравится. Борюсь, мне так повезло, что я тебя встретила. А мне-то как повезло. Надя, Надя, Надя. Наня. Ну, как ты сегодня? Отлично. Чувствую, брали в силах. Дина. Вчера. В общем, я на какое-то мгновение потерял голову. Ты прости меня. Разве за это просят прощения? Понимаешь, мы совершили ошибку. Но я не хочу тебя обманывать. Но то, что я к тебе чувствую, это... Благодарность. Я очень ценю все, что ты для меня сделала. Вот ты меня не любишь. Прости. Я не хочу портить тебе жизнь. А по-моему, ты мне помог ее наладить. Если бы не ты, разве бы я оказалась в Москве? Разве бы смогла найти такую хорошую работу? Так что это я должна быть тебе благодарна. Игорь, я знаю. Шур. Привет. Привет. Держи. Ничего себе, оптовые закупки. Обед из трех блюд для любимого мужа? И чего ты ерничаешь? Сама-то когда последний раз мужу хотя бы яичницу делала? Ты же знаешь, вся эта бытовуха не для меня. Смотри. Красота какая. Игорь подарил. А по какому поводу? В знак примирения. Вы что, снова ссорились? Шура, он бил тебя? Скажи. Надя, успокойся. Никто меня не бил. Обычные семейные разборки. Да у тебя вся жизнь только из этих разборок и состоит. Тебе заняться чем-то надо. А может, на работу устроишься? На ссоры времени не будет. Игорь не хочет, чтобы я работала. А ты, сама-то ты чего хочешь? А меня и так все устраивает. А ты уверена? Или у Игоря на поводу идешь? Он этого не ценит. Здравствуйте, Марья Ивановна. Добрый день. Здравствуйте, баба Тоня. Батюшки, Лешка, ты что ли? Да я, баба Тоня. Ой, живой. Да мы-то думали. Леш, ну где ты так долго пропадал, а? Я в больнице был. Восстанавливался после ранения. Осунулся, ну. Баба Тоня, скажите, а не знаете, где мама? Заходила домой, нет никого. Ой, Леша, как твоя мамка Марина Аркадьевна узнала, что тебе здесь-то пропал. Знаешь, заболела она с головой, плохо. Но в больнице лежит, лечит ее. И Наденька иногда заходит. А Надя сама как? Ну как, как. Живет, как все. Вон в садике с детками работает. Одна живет. Замуж вышла твоя Надя за Николая. Замуж вышла твоя Надя. Замуж вышла. Мам. Вы ко мне? А где мой сын? Совсем не появляется дома. Все хватит, хватит где-то. Мама, это же я Леша Я вернулся Я обязательно заберу тебя домой, слышишь? Мы будем жить вместе Обязательно Обязательно я тебя заберу Давай Сердце, ну-ка иди сюда, иди сюда, иди сюда Поймала Садитесь в долю, садитесь сюда Пойдемте играть, пойдемте Догоню, 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 догоню Догоню, догоню Ну почему ты не сообщил? Мы же места себе не находили, думали, что ты погиб Я просил, чтобы передали матери Да, ей может и сказали, да, да, не помнит ничего Не узнает никого Когда я прихожу, меня за медицинскую труп принимает Меня тоже не узнала Ну я не понимаю, почему ты мне не мог позвонить или хотя бы написать? Надя, пойми, мне ведь после ранения ноги отказали Я думал, навсегда калекой останусь Ну тем более, тебе нужны были помощи, заботы Я бы тебя не оставила, ты же знаешь Да знаю, поэтому и не сообщил Ну как я мог на тебя такой груз повесить? Да и жалости я не хотел Это я слышал, замуж вышла Ну и как? Счастлива? А какое это имеет значение? Имеет, если ты... Так, Леша, нет никаких «если» Николай, он очень много для меня сделал И я не могу его предать Ясно Что ты предлагаешь все забыть? Начать жизнь заново? Надь, пойми, я ведь тебя до сих пор люблю Леша, ну есть любовь, а есть жизнь Леша, да ладно, ты живой? Живой, как видишь Здорово Офигеть! Слушай, даже не верится А Надя знает, что ты ей вернулся? Да, я заходил к ней в садик То есть уже в курсе, что она замужем? Ты лучше расскажи, как вы тут живете-то? Это нормально, ничего особенного Все как у всех Николай-то не обижает? Пытается воспитывать Я не поддаюсь Ничего, мне немного терпеть осталось Школу закончу и свалю А Надя как? Надя это стойкий оловянный солдатик Делает вид, что ее все устраивает Подожди, а зачем же она за нее замуж вышла? От безысходности Когда дед умер, мачеха нас на улицу вышвырнула Меня в детдом забрали Вот ей пришлось замуж выйти Ты что такое говоришь-то? Я говорю, что несчастна она Надька же тебя любила, а ты пропал Почему ты не сказал, что жив? Где ты вообще был эти два года? Послушай, Надь День рождения скоро У Вани Чего дарить-то будем? Я посоветоваться с тобой хотел Я тут в детском мире видел железную дорогу Такую с четырьмя вагонами Через горки там Шлагбаум Как думаешь? А? А что? Ты нормально себя чувствуешь? Чуть бледная какая-то Голова кружится Я пойду, прилягу, наверное Может, тебе водички? А, нет, спасибо Спасибо Не верю, мам, что Надя меня разлюбила И эта дурацкая благодарность Не позволяет уйти от этого Николая Да А Леша ушел А когда вернется, не сказал Ты никуда не ушел, мам Я здесь Марине Аркадьевне, пора принимать лекарства Скажите, а есть какой-то прогресс в лечении? Мама до сих пор меня не узнает Она два года думала, что вы погибли Ей нужно время, чтобы понять, что это не так Вы наберитесь терпения Навещайте чаще, будьте рядом Марина Аркадьевна, все шансы, чтобы выздороветь Да, Надюх, не представляю, как ты держишься Такой поворот Прям как в кино Да уж Только кино это с грустным финалом А это не факт Финал подруга от тебя зависит Какой ты выбор сделаешь Разве у меня есть выбор? Конечно Ты же сама говорила, для тебя любовь в жизни, это главное Шушка, все меняется Но я же не могу Колю бросить Он очень хорошо ко мне относится И живем мы вроде бы нормально Вот именно, что вроде бы Ой, Надюха, что же за жизнь-то такая? Кажется, счастье вот оно Только руку протяни Нет, Жур Мне до моего счастья уже не дотянуться Надь! Ты что тут делаешь? Тебя жду, хотел поговорить По-моему, мы все уже сказали друг другу Подожди Я знаю про вашего дедушку Знаю про детдом И что? Это не имеет значения Да пойми, все можно изменить Если ты хочешь и любишь меня Мы можем начать все сначала Леш, это невозможно Да невозможно жить с другим человеком Только из-за благодарности к нему О, какие люди Оказывается, жив-здоров Жив, как видишь А тут что забыл? С Нэдей пришел повидаться Повидался? Ну и иди отсюда Чтоб я рядом с ней больше тебя не видел Коль, ты что? Что? Пошли домой Какой же я дурак Я уж почти поверил Что и правда со мной семью создать хочешь настоящую Как только появился этот твой Алешенька Сразу муж по боку Коль, ну ты что говоришь? Между мной и Лешей ничего нет Ага Я что, слепой, по-твоему? Потому что я не вижу Как вы только что друг другу в глаза смотрели Коль, ну ты что? То, что Леша вернулся Ничего между нами не меняет У него своя жизнь А у нас с тобой своя Так что не мучай, пожалуйста Ни себя, ни меня Хорошо Хорошо Здрасте Здрасте Надюш, ты нужна мне Здрасте Я понимаю, я сам виноват Я должен был дать знать о себе Я, я не хотел разрушать твою жизнь Так не разрушай ее сейчас Здрасте А по какому поводу у нас банкет? Да вот, выпиваю За жену, за свою Умную, красивую Главное, верную Коль Мне казалось, что мы уже все выяснили Да, да Выяснили Я видел тебя В детском саду С этим, с твоим Алешей Как вы друг другу в глаза смотрели Вот, оказывается Почему ты с ребенком тянул Коль Давай, протрезвеешь А потом поговорим Мне не разговоры с тобой нужны Мне уважение твое нужно Поняла? Собляк Слышь, Леха Там тебя какой-то мужик на улице спрашивает Че ему надо? Я почему знаю Выйдь спроси Вот кого-кого, так тебя я точно здесь не ожидал увидеть И не увидишь больше И Надю тоже Не подходи к ней, понял? У нас жена моя Я не хочу, чтобы ты вокруг нее ошивался Боюсь, что уйдет? В общем, я тебя предупредил Не поздоровится Ни тебе, ни ей Силу держать будешь Давай, герой Не надо, там нету же ничего, Кира Ты как в детстве, как что, сразу в драку Потому что пусть этот сопляк знает, что не нужно лезть в чужую семью Коль, ну ты же с самого начала знал, что она тебя не любит Знал, что не любит Ну я думал как-то, ну стерпится, слюбится Ну насильно имел не будешь Слушай, а отпустит ее? Пускай идет к своему, Леша Не смей так больше говорить, никогда Никогда я ее не отпущу Водочки мне налей, мне то морозилка есть Пятьдесят грамм Привет, мам Смотри, что я тебе принес Киви В них много витамина С Бананы Яблоки Антоновка, прям как ты любишь Опять все напутал Алеша, я люблю белый налев Что ты сказала, мам? Антоновку не люблю Кислит она Ой, сынок Сынок, ты че так похудел-то, а? Ах, ты знаешь, какой мне сегодня сон снился страшный Как будто бы ты пропал Ужас Мам, это был просто сон Я рядом, я здесь А почему один? А почему без Нади? Да у Нади совсем другая жизнь сейчас Некогда Но Надя молодец И учится, и работает, а? Но все равно пусть придет, сынок Я же соскучилась Когда ваша свадьба-то? Ну? Да, Надя замужем уже Ну, молодежь Ну, какие же вы, а? Если живете вместе и не расписаны Значит, не замужем Пусть придет Надя Я приготовила для нее рецепт пирога Хорошо, мам, скажу Я скажу обязательно Сынок, сынок, сынок Алеша, вот это что такое? Вот ты мне скажи, что это такое? Ты что, опять дрался? Опять? Я тебе столько раз говорил И не драться Привет Леша, я прошу тебя Не надо за мной ходить И тем более Краулись около подъезда Коля и так уже думает Бог знает что А я у мамы был Представляешь Она меня узнала Спрошила Почему ты не заходишь? Да Я зайду обязательно Надь Нам нужно вместе к маме пойти Она до сих пор думает Что мы вместе И что у нас скоро свадьба Ну, я просто пока ей не сказал Понимаешь, она только начала приходить в себя Я боюсь ее расстраивать Леша, я не знаю У меня и так уже дома Проблема из-за того, что мы с тобой видимся Если Коля узнает Не узнает Могу просто Навести мою маму Надь, пожалуйста Это не ради меня Это ради нее Ладно Идем Мама, смотри, кто пришел Наденька Милая моя девочка Как же ты Как ты Простите, что долго не приходила Нет, нет, милая моя Я не сержусь Ой, голубчики мои Как я рада вас видеть Так Присаживайтесь Спасибо Надя Леша я уже говорила А теперь и тебе скажу Я хочу понянчить внуков А вы все ждете Почему вы со свадьбы тянете, а? Надя Бери все в свои женские руки М? Привет, сосед Здрасте А чего это твоя Настя Все со своим бывшим милуется? Простите, о чем твой? А о том, что она совесть совсем потеряла Видела я их днем Куда-то вдвоем направлялись Мне, конечно, все равно Но ты бы, Николай, за женой-то приглядывал Субтитры сделал DimaTorzok Я провожу тебя Нет, не надо Я сама доберусь Слушай Ты скажи про нас маме А то нехорошо как-то получается Я пытался Леша Леша, пожалуйста Не ищи со мной встреч Надя Надя, если не умеешь Оставь меня Пожалуйста Надюша С ним было? Коль Коль, ты снова пьешь? Да Да, пью Ну вот Когда же моя жена Наконец-то свидание-то вернется Так, Коль, не начинай Ты мне рот не затыкай Струй ты себя Святую Невинность А сама за спиной мужа Шаш не крутишь Ничто ни с кем не крутишь Да Люди другое говорят А вот я не знаю Кто там что тебе говорит Ты протрезвей, а потом с тобой Смей ее трогать Петя, что с ним? Пульса нет Ну Давайте рассказывайте Что у вас произошло Мы с мужем поругались Коля был пьян И кинулся на меня Я испугалась Толкнула его Он упал и ударился Это неправда Это был я Это я его толкнула Нет, не слушайте его Подождите Надежда Алексеевна Продолжайте Я услышал, как они ссорились Вышел в коридор И тут Николай ударил мою сестру Я стал ее защищать А он полез в драку Я не собирался его убивать Я просто хотел защитить свою сестру Я же не мог просто стоять в стороне И смотреть, как он ее бьет Я даже и подумать-то не успел Так не верьте Ему все было точно так Как я рассказываю Я пришла домой Не надо меня выгораживать Успокойтесь Все, успокойтесь Мы во всем обязательно разберемся Петь, может ты хочешь чего-нибудь? Чайку, чтоб успокоиться? Не хочу я чай, я ничего не хочу Надь, я человека убил, ты понимаешь? Ты ведешь себя так, как будто все по-прежнему Все изменилось, Надь Твой брат убийца Петь, не говори так Это была просто случайность Ты испугался и хотел меня защитить Петь, ты ни в чем не виноват Если кто я виноват, то только я Петь Надо было собраться там, что все Ну а что, пока все собрались Ну Ой, Кирочка, примите мои соболезнования Как Кольт-то жалко У Ладови совсем еще был Спасибо А все же из-за этой Надьки Я больше чем уверена Что вы имеете в виду? А то я имею в виду, что она дрянь неблагодарная Николай же все для нее делал А она как с ним поступила? Ничего не понимаю Как она с ним поступила? Да ну как же Надька же вовсю со своим Алексеем гуляла Да я сама видела Ну а Николай нервничал Ревновал, понятное дело И вон оно как все обернулось-то Что она тут делает? Это все из-за нее Это из-за нее Коля погиб За что мне все это? Пусть она уйдет Скажи, чтобы она ушла Кира, Кира Надь, ты извини Сама понимаешь Ничего, мне действительно лучше уйти Ну чего ты на нее набросилась? Она его жена Она имеет право здесь быть Жена? Да если б не эта свадьба, Коля был бы сейчас жив Послушай, я понимаю, что тяжело Но не передергивай Это был несчастный случай И вообще, Коля утолкнул Петя А Надежда здесь ни при чем Ни при чем Два сапога пара Они мне за все ответят Оба за все ответят Я вас очень прошу Наказать виновных Я уверена, что это была не случайность Моего брата убили Понимаете, одной Уверенности мало Нужны Доказательства Ну это же ясно, как белый день Что Пете, что Наде Очень выгодна смерть Коля Его квартиру хотели себе присвоить И еще Я ведь очень хорошо знала своего брата Он был таким добрым Он бы Мухи не обидел Не то, что поднять руку на жену И он очень Очень любил Надежду Вы понимаете? Здравствуйте Здравствуйте Разрешите войти? Да, конечно Проходите Нам нужен Петр Алексеевич Крылов Он дома? Да У вас появились новые вопросы Проходите Петр Алексеевич Крылов Вы арестованы по подозрению в совершении убийства Николая Семеновича Максимова В соответствии со статьей 105 Часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Вот ордер На ваш арест Знакомьтесь Подождите, как арестованы? Я же говорила, что он никого не убивал Надежда Алексеевна Он просто защищал меня Надежда Алексеевна То, что вы пытаетесь оправдать брата Довольно естественно Однако Доказательств вашей версии На данный момент у нас нет А моих слов вам недостаточно, да? Боюсь, что нет Но вы не волнуйтесь Мы вас все равно вызовем для дачи показаний Петр Алексеевич Вам придется пройти с нами Куда вы его ведете? В центр временного содержания Несовершеннолетних правонарушителей Для суда ваш брат будет находиться именно там КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ